Всем привет, ребята, с вами снова Диана, и да, я сегодня наконец-таки делаю свое долгожданное Q&A И не обращайте внимания, пожалуйста, на эту худи, потому что я ее очень сильно люблю И вы ее, наверное, видели и в инстаграме, и где угодно, но она просто очень мягкая, очень красивая Если это не нравится, то я надеюсь, что вы не против такого сегодняшнего лука непонятного И причина, почему я смотрю наверх, это потому что у меня там стоит экранчик, я могу там все видеть Ну да, не суть Если кто не знает, Q&A это такие видео, где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне присылаете в вас, помечаете с хэштегом Q&A Да, все очень-очень просто, и, пожалуй, нужно начать отвечать на ваши вопросы Итак, первый вопрос спрашивает меня, какие у меня любимые книги Вот там у меня стоит полочка, сейчас я схожу туда и принцом что-нибудь Вот такие у меня две книги есть от автора французского Марк Леви, я не знаю, если правильно произнесла его имя Но я очень его люблю и даже не помню, откуда началась моя любовь к нему Это простые романчики, ничего интересного, точнее, ничего такого специфичного Классику я, конечно, читаю, но только для урока литературы и, конечно, тоже ее читать нужно, я так считаю И она мне нравится Но вот если бы я выбирала свои любимые книги, они, наверное, были бы вот эти Первый называется «Семь дней творения» И, если честно, я так давно ее читала, что помню буквально немного И объяснять я тоже не умею нормально, как вы знаете Поэтому, да, лучше кину вам ссылку внизу, если захотите, посмотрите И вторая книга – это «Те слова, которые мы...» Те слова, что мы не сказали друг другу, тоже Марк Леви Безумно люблю этого автора, просто безумно У него очень, мне кажется, получается передать Вот легкое чувство легкости Когда ты заканчиваешь книгу его, ты думаешь, блин, вот как все хорошо, как жизнь прекрасна, знаете Поэтому, да, вот эти две книги, пожалуйста, их прочитайте, я их очень сильно люблю И думаю перечитать вот эту, потому что эту я читала недавно совсем И все еще свежая память, да А это нужно перечитать в скором времени Парад на этой жизни Следующий вопрос состоит из целых четырех Поэтому давайте я прочитаю вам Первое – как часто ты покупаешь новую одежду? Я покупаю новую одежду каждый сезон То бишь, если сейчас вот наступает весна, я пойду шопиться для весны Но, я не знаю, я вам, наверное, говорила уже или нет, но мой гардероб, он абсолютно летний У меня очень-очень много летней одежды Но, если как бы сравнивать с моей зимней и осенней одеждой, у меня гораздо больше легкой одежды Поэтому к лету и к весне я стараюсь ничего как бы не покупать Потому что я знаю, что у меня очень много вещей там лежат А вот для зимы и осени я часто хожу по магазинам, потому что как бы мало вещей, холодно Вот Крашу ли я ногти? Да, крашу Иногда, конечно, не очень получается, но вот сегодня вроде нормально Не знаю, вы мне скажите От какой корейской песни тебя качает сейчас? У-у-у, вот это хороший вопрос Вот это очень хороший вопрос, мне самой интересно стало Давайте посмотрим Вообще, честно, меня сейчас качает от селдтрека Форсажа Ну, так как вы меня спросили про корейскую песню Первая песня Её исполняет Майлю Майселл Из группы Тони Ван И это было в её альбоме, который в прошлом году ещё вышел В общем, слушайте Майселл Песня называется М-М-Т-Б-Д Что переводится как Mental Breakdown То есть психическое расстройство Это в каком я сейчас состоянии Из-за своего жопа Это да Следующая песня вы должны все знать Потому что она офигенная Я её очень-очень люблю Если кто не знает Если вы не знаете Почему вы не знаете вообще эту песню Это песня Джин Дрэгона и Таяна Гудбой И заметили, да Что вот эти две песни Они очень какие-то Клубные Какие-то Электрические Что я сейчас сказала В общем, техно какая-то Мьюзи... Мьюзика Ребята Это всё Это капец Как так жить Вообще не умею разговаривать по-русски Так вот, да Техно-музыка И я не знаю, почему я подсела на это В последнее время Но да Мне очень нравится Ещё есть одна песня Но я, наверное, не буду её включать Просто скажу вам Что это Ириуаба Come here И кинусь на видео Всё внизу Ссылки Смотрите Занимаюсь ли я спортом? Я уже говорила несколько раз Что я стою в команде По футболу Но это уже всё Как бы Закончилась моя карьера В этой команде Это были причины Я сама ушла И не хочу в это всё вдаваться Потому что Довольно-таки неприятненько Но да Вообще На лонгборде катаюсь Это тоже спорт, я считаю И танцую там под музыку Тоже нормально Я как бы никогда не любила Никакие спортзалы И у меня всегда было Как-то неуютно там И вот такие вот Именно Спорт Спорт Как это называется Мне оно больше нравится Поэтому Да Вот таким спортом я занимаюсь Так что Да, ребята Это все вопросы На которые я отвечу вам сегодня И простите пожалуйста Если ваш вопрос Не попал в этот выпуск Я Не была на ютюбе Уже не знаю Сколько Фух И его вообще Не смотрела И просто забросила Это все дело Потому что Было очень-очень Много дел И мне кажется Я говорю это в каждом Я в кубоке видео Но посмотрите У нас теперь есть с вами камера Это значит Что у меня будет больше видео По-любому Поэтому Да Не забудьте Что вы можете Мне всегда написать ВАСК И ссылка Тоже всегда внизу Также Внизу ссылки На все мои Социальные сети Я постоянно Сижу в инстаграме Я постоянно Сижу в твиттере Хотя я пишу Часто на английском Я удалила Почти свой контакт Но не удаляю Из-за вас Потому что у меня там Есть страничка Моя Пожалуйста Подписывайтесь туда Потому что там Тоже выкладывают Такие видео Информативные Десять минут Стараюсь через день Давно уже этого не делала Но Как получается Так что Да Я вас очень сильно люблю И надеюсь Что увижу вас В это воскресенье Так Пока-пока Первый вопрос Это На каком языке Ты думаешь Если честно Я даже сама Иногда путаюсь Потому что Как бы Я Не любила Свой родной Язык Который русский Иногда Субтитры сделал DimaTorzok